Всем привет, меня зовут Евграф, и сегодня я буду готовить коктейли крестный отец, крестная мать, крестная дочь, либо крестный ребенок, и еще парочку подобных коктейлей, самаретто в основном, а пробовать их сегодня будет феникс. Давно хотел сделать такую подборочку, и вот она, пожалуйста. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на наш телеграм, потому что мы не знаем, что будет дальше, телеграм вроде работает. Плюс у нас есть Яндекс Дзен, на нем все видео также копируются с ютуба автоматически. Ставьте лайки и погнали! Из всех этих коктейлей, естественно, самым популярным является Godfather, крестный отец, придуманный в 70-х годах и названный в честь одноименного фильма, получившего Оскар, наверное, даже не один. Там играл Марлон Брандо, Аль Пачин, если вдруг вы не видели, то посмотрите, я рекомендую, это классика мирового кинематографа. И коктейль этот очень прост в приготовлении, это всего лишь скотч, обычно бленд, это, конечно, не сингл молд, и амаретто. При этом часто его делают вообще в равных частях, то есть делают еще проще, да, одна часть амаретто, одна часть скотча. Но я предпочитаю все-таки поменьше сделать амаретто, чтобы не было так сладко, и чтобы этот коктейль был более такой виски направленный, такое скрашенное амаретто виски. Амаретто используется как такая приправа в большей степени, чем самостоятельный какой-то игрок, которого мы смешиваем с вискарем. В принципе, и скотч можно заменить на, ну, во-первых, сингл молд, если вам не жалко, и в принципе, это будет играть роль, потому что там очень много виски получается. А также можно, например, использовать бурбон, но тогда этот коктейль называется The Boss, что в переводе на русский означает начальник. Собственно говоря, все коктейли, которые я готовлю сегодня, будут с амаретто, причем большая часть из них еще из двух ингредиентов, то есть амаретто смешанное с каким-то крепким напитком. Виски, водкой и чем-то еще. Но начнем мы с крестного отца. Коктейль можно стировать в смесительном бокале, лед-то насыпали, постировали и отстренили, так сказать, отфильтровали на свежий лед в бокал олд-фэшнед, он же Рокс. Но я предпочитаю это делать сразу в бокале Рокс или олд-фэшнед, потому что, ну, зачем вот это лишнее действие? Если это, типа, несколько порций, тогда, может быть, и можно постировать, а потом разлить всем. Я буду делать прямо билдом, прямо в бокале. Первое, что нам нужно, это, конечно же, шотландский виски, скотч. Его нужно 60 миллилитров. И второе, что нам нужно, это, естественно, аморетто. Я использую соотношение 3 к 1, то есть 3 части скотча к одной части аморетто. Я люблю добавлять лед после того, как я добавил все ингредиенты и смешал. Так можно попробовать, почувствовать баланс, там добавить что-нибудь, убрать что-нибудь там. Ну, убрать вряд ли получится, но добавить. Пофиксить это, пока я не добавил лед, потому что после льда уже там все обводняется, и это уже сложнее сделать. Добавляем лед. Моем нашу барную ложечку. И немного стируем в бокале. Обязательно надо хорошо перемешать со льдом, чтобы коктейль немного обводнился, и охладился, естественно, и чтобы он был приятнее для употребления. Коктейль «Крестный отец» готов. Вызываем крестного отца Феникса, чтобы он попробовал его. Феникс небольшой любитель виски. Как и всех крепких алкогольных напитков, но запах мне очень нравится, потому что мне очень нравится амаретто и вообще миндальные всякие штуки в алкоголе, хотя я не люблю ни миндаль, ни, собственно говоря, орехи. Ни алкоголь, ни лед. Нет. Поэтому он стал таким. Нет, я думаю, что он еще обед сам играл роль в этом, поэтому он стал таким жирным. Он Биг Маки очень любил, я слышу. По нему-то, конечно, это очевидно, но, знаешь, у меня как-то не сочетается барлон-брандо с Биг Маком, например. Биг Мак, Биг Марлон. Ну, не знаю, знаешь, у меня больше под какой-нибудь стейк, например, или что-нибудь такое, вот паста, да, в конце концов. Ну, вот что-то в этом духе. Следующий коктейль, который я приготовлю, Крестная Мать. Это тоже смесь двух ингредиентов, амаретто, но скотч заменяется на водку. Еще иногда этот коктейль называют Рыжий Русский, потому что это похоже на черного русского. Черный Русский это водка с кофейным ликером. Амаретто, естественно, светлее по цвету и такой дает оттенок рыжевато-коричневый коктейлю. Ну, типа, по этой аналогии его так называют, но, кстати, редко. Несмотря на то, что Крестный Отец, конечно, намного популярнее, чем Крестная Мать, но это тоже очень приятный коктейль, он даже более мягкий, чем Крестный Отец. И вполне приятный на вкус, тем более водка гораздо дешевле, чем сатландские виски, особенно в текущих реалиях. Первое, что нам нужно, это, естественно, водка. 60 мл. И второй ингредиент, как вы, наверное, догадались, амаретто. Я использую вот другой амаретто. 20 мл. И добавим немного льда. Хорошенько перемешаем со льдом, потому что, я напомню, там водка, а не скотч. И хорошо бы ее нормально так обводнить и, главное, охладить. И коктейль Крестная Мать готов. Приглашаем нашу Крестную Мать Феникса попробовать. Если вы не знаете, где найти Крестную, на ваше мероприятие зовите. Цвет очень интересный, это первое, что бросилось в глаза. То есть он, я не знаю, как его описать, он типа никакой. Вот такой вот, но вот чуть-чуть вот... Крашеный, да, чуть-чуть такой рыжеватый, как и обещали. Забудь о том, что там есть водка. Раньше надо было. Не вовремя. Вообще, очень интересный спектр эмоций. Я водку прям вообще ненавижу. Она там чувствуется, ты сперва пьешь. Водка не чувствуется. Потом водка такая чувствуется. Думаешь, блин, ну типа нет, не круто. А потом она не чувствуется, все смягчается миндалем. Ну вот, если сравнивать, например, с черным русским, который по аналогии, мне кажется, сделан, то вот эта вот штука намного вкуснее. В принципе, это я как три к одному, да, делал. То есть это такая версия довольно жесткая. Хотя, я бы сказал, она даже может быть помягче, чем со скотчем. Особенно если водку выбирать такую прям мягонь. Ну, возможно. Это не самый мягкий, который я использую, прям скажу. Я так и понял. Потому что со скотчем было, ну, повкуснее и помягче. Но, если есть цель выпить какой-нибудь коктейль и есть водка и амаретто под рукой, то лучше их не пить по отдельности, а соединить в один коктейль. Потому что, действительно, для тех, кто не любит водку, это, ну, приемлемый такой выбор. Плюс можно всегда немножко добавить больше, например, амаретто. И, пожалуйста, будет... Себе бы я, например, вообще сделал 50 на 50. Просто амаретто. Слишком сладко будет, кстати. Ну, возможно, но это... Давай добавим, хочешь, я тебе добавлю? Ну, давай попробуем чуть-чуть. Эксперименты. Добавляю еще 20. Вот это теперь получается 50 на 50. Ну, точнее... 60 на 40. Да, там было 60 на 40. Не 50 на 50, чуть меньше амаретто. Все-таки... Ну, я против сладкого, как бы, ничего не имею, поэтому... Не, ну, здесь все-таки задача сделать сбалансированный коктейль. Понятно, что можно просто амаретто пить. Но я считаю, что это слишком сладко. Стало намного слаще. И, ну, ожидаемо пропала практически водка. То есть, сейчас водки вот прям совсем нет, даже учитывая то, что она... Я недовольна. Недоволен? Ну, там уже просто пошел амаретто и все. То есть, до этого это было реально сочетание. Это был коктейль. Сейчас это как бы, ну, укрепленный такой амаретто. То есть, как бы, водки нет. Ну, может, это и хорошо, но это уже какой-то... Ну, это реально, как крепленная амаретто получается, возможно, в данном случае, к сожалению, мы не сможем этого сделать в этом стакане. Да, идеальное было бы сочетание, это типа 70 на 30 примерно. То есть, чуть меньше амаретто. Ну, короче, 60 водки и 30 получается амаретто. Это 2 к 1. Да, 2 к 1. Вот, 2 к 1 было бы идеально в данном случае. То есть, то было слишком жестко, но, опять же, возможно, из-за водки. Вот это слишком уже как-то не то получается. То есть, даже я бы сделал чуть-чуть поменьше амаретто. вот тогда будет идеально ну короче попробуйте там расскажите потом как в любом случае я считаю что это типа зачет хороший коктейль да несмотря на простоту тем более все ингредиенты в том числе российского производства амаретто можно приобрести в магазинах на черт следующий коктейль называется крестная дочь или крестный сын или крестный ребенок короче есть разные названия но смысл один и как и в предыдущие коктейли туда добавляется амаретто но еще туда идут жирные сливки либо в некоторых случаях молоко и иногда водка то есть тут есть как бы разные варианты некоторые делают из двух ингредиентов как и предыдущие некоторые добавляют еще водку я так и сделаю кстати потому что на мой взгляд просто амаретто со сливками это будет как-то слишком уж молочный коктейль плюс конце всегда хорошо натереть еще немножечко свежего мускатного ореха если он у вас есть ну как и в любой коктейль со сливками либо с яичным белком в отличие от предыдущих коктейлей год сан год child он шейкуется они стируются так что давайте собственно это и сделаем амаретто 30 миллилитров водка тоже 30 миллилитров и сливки я беру 20 процентной жирности тоже 30 миллилитров лед и интенсивный шейк я посвящаю этот шейк миру во всем мире а также вот этому комментарию этот коктейль традиционно подается вот в таком бокале для вина либо для шампанского но вы вполне можете использовать также и rocks процеживаем полученный коктейль через сито в бокал в принципе можно дабл трейн идет мы просто типа через тренинг но если в этом кусочки откололись льда в шейкере то сито их отфильтрует и коктейль крестный ребенок готов приглашается феникс крещеное дитя нет по прежнему крестная мать пахнет миндалем кто мог подумать мне к сожалению нет мускатика и учета не нашел вроде был но это так сказать для ароматики только так он ничего не даст не вкуса неплохо в целом милкшейк ну не знаю конечно если опять же его сравнивать с белым русским как предыдущий вариант мы сравнивали с черным русским то я бы наверное предпочел белый русский в данном варианте но этот коктейль тоже весьма неплохо то есть типа почему бы и нет он вполне себе не четок да он опять же вы можете там варьировать уже под собственные вкусы количество амаретто водки можно вообще водку не добавлять можно использовать просто амаретто и сливки но он не такой уж слабенький он довольно таки крепкий то что все-таки там водки треть плюс амаретто там у него градусов 20 этого коктейля есть а ты поболее но план я считаю такой сбалансированный ну или опять же вместо водки можно добавить любой другой алкоголь по вкусу ну типа тот же самый скотч можно добавить с ними уверен там вкуснее как нибудь будет или я не знаю даже ром если добавить вполне себе приемлемо должен кстати с ром я не знаю есть этот french connection французский связной мы готовили уже его не буду делать это коньяк с амаретто ну и он там такой сладенький короче примерно как год фаза только с коньяком и также есть некоторые в некоторых источниках например на дифорс гайд вот этот год сан и это все он как раз предлагается сделать бренди с амаретто то есть вот такой почти французский связной там немножко они меняют какие-то пропорции я решил что сделать со сливками версию будет лучше то что это более распространенная версия и бренди туда также можно было бы заменить вместе со сливками единственное что в последних двух коктейлях мне прям не нравится я не думал что когда-либо буду обращать внимание на это это то как он выглядит мне вот здесь не нравится цвет это знаешь как будто разбавленной водой молоко или вот-вот какая-то такая фига посуду моешь короче где кашу варю вот примерно такое получается ужасно противно выглядит предыдущий тоже не какой цвет был и возможно здесь бы какие-то там украшения или еще что-нибудь могли бы решить эту эстетическую дилемму но он почему-то не украшают сейчас я сделаю еще один как ты сегодня и вот он будет единственный с украшением ну таким небольшим это уже такое немножко ответвление в сторону о чем мы сейчас и поговорим по вкусу вкусно последний коктейль который я сегодня приготовлю называется brooklyn godfather то есть бруклинский крестный отец называется он так в честь коктейля the brooklyn cocktail собственно говоря и там и там бурбон либо ржаной виски и сухой вермут но в the brooklyn cocktail еще добавляется амер пикон есть такой аперитив бельгийский из сушеных апельсинов и женьшеня короче какой-то я его не пробовал ничего не могу сказать еще туда идет ликер мороскина а в the brooklyn godfather который мы сегодня готовим добавляется еще к сухому вермуту сладкий вермут и амаретто естественно собственно что и делает его относящимся к вот этому пантеону коктейлей про крестных родителей и детей этот коктейль готовится смесительном бокале я думаю что мы в нем и сделаем поскольку сегодня последний коктейль чтобы не разориться на лишний лед первое что мы добавляем это бурбон либо ржаной виски моем случае это будет ржаной виски потому что у меня осталось мало бурбона бурбон нынче в цене хотя и ржаной виски тоже 60 миллилитров а маретто 15 миллилитров очень больше научно и затем добавляем 2 вермута один из них сухой 15 миллилитров и второй вермут красный сладкий можно добавлять одну четверть унции то 7 миллилитров как в рецепте но я предпочитаю добавлять побольше то есть пол унции 15 миллилитров также как и белого лед и стируем чтобы обводить охладить коктейль ну естественно шиковать никогда не нужно вермуты поскольку они потеряют яркость вкуса особенно если их там приличное количество как у нас сейчас добавляем свежий лед выхлажденный бокал и отцеживаем коктейль в бокал и для украшения морозки новая вишенка или самодельная я показываю как и коктейль крестный отец из бруклина готов чтобы попробовать его прямиком из бруклина приглашается феникс хотя с другой стороны нам из феникса штат аризона да ну как бы я туда-сюда перемещаюсь качевая жизнь даже из кочевника звать и меня теперь феникс но мат где этот коктейль напомнил ты его пока и готовилась есть сериал крестный отец гарлема сейчас идет такой клевый сериал кстати и клевый коктейль потому что вермут это очень хорошо особенно с вишенкой хоть наконец хоть что-то красивое сегодня было да это тоже крепкий коктейль там главную скрипку играет естественно ржаной виски нашем случае либо бурбон причем это ржаной он покрепче чем он 90 пруф это типа 45 градусов так что это еще крепче чем если бы какой-то был мягкий мах и бурбон 90 этот пруф 90 пруф 45 90 это 45 можно два зачем просто почему я просто я просто него посмотрел а здесь написано найти пруф я короче используя математические свои познания техническое образование вышли давит не зря пригодилась наконец я в уме так вот посчитал вот так это тоже конечно быстренько прикинул просто это весьма странно ну просто на американском бухле часто пишут пруф хотя там и градусы пишет тоже потому что это вообще я пруф это же типа горел не горел там свое время когда спирт был в дефиците крепость ценилась и поэтому поджигали если горит значит типа я помню еще когда приезжал там в деревне так самогонку проверяли вот я как-то застал один раз процесс когда короче один дед у другого деда покупал товар ну вот и попросил налить в крышечку в такую же стену и вот поджог и горит ну ништяк короче все беру точно горит там все красиво там пламя какой-то синий зеленый не знаю фиолетовая мало ли что там дед намешал интересно кто-нибудь додумался бензин налить он же сверху пахает и горит то есть в принципе отлил чуть-чуть как раз бензин слился загорелся хотя наверное по запаху может быть определить что это я думаю да ну хотя опять же знаешь там мало ли что уже там люди допились до того что там пофигу бензин как бы керосин там вот это вот без разницы мы не поддерживаем такие вещи абсолютно вот а вот крестного отца бруклина мы поддержим бруклина бруклин бруклин ну да это бруклин коктейль вот изначально был и вот его решили скрестить нас как-нибудь сделать может ставьте лайки там может быть сделаем это известный достаточно коктейль там единственно тамер пекон я не знаю где его взять особенно сейчас и в прошлой жизни тоже было сложно его найти уже часто подавно самому сделать видимо не я что не пробовал никогда скорее все сделал точно такой класс ну да когда ты не знаешь что и как бы если получилось нормально или приемлемо значит такого得ts во подругаtr thing for 1920 рыбков по вкусу же как водка только тонны больших сахаров ты не пробовал то я думаю что большинство людей тоже не пробовал а те кто пробовал им никто не поверит потому что знаешь мнением большинства как бы давят на мнение того одного человек который говорит что пробовали воды все на сегодня я надеюсь это не последнее видео на этом канале я надеюсь что вы его смотрите и мы не просто так что снимали ставьте лайки подписывайтесь где бы вы не смотрели это видео у феникса есть соцсети разные ссылка в описании ну естественно на едим тв подписывайтесь телеграмм в первую очередь также если вам интересно инстаграм вконтакте сейчас наиболее актуально яндекс дзен там вот это все тоже не забывайте подписывайтесь и ссылки в описании также ссылка на наш сайт на котором во первых все все видео всегда есть то даже есть там где-нибудь они пропали то они как бы подсасываются из других источников которые работают на территории а во вторых там рецепты в текстовом виде так что можно их почерпнуть оттуда собственно все пока всем пиздец и затем два вермута один из них но тоже сухой кстати и затем два вермута и затем два вермута и затем два вермута 1 1 настраиваться до поправка на этот и 2 вермут красный и сладкий на то что другой белый сухой и 2 вермут красный и сладкий нет него нет